Сейчас на выборах наступает активная фаза предвыборной агитации, которая завершится в полной 14 апреля 2013 года. Младежь в политику, младежь на выборы, популярные призывы последнего времени. Для повышения электроральной активности граждан до 30 лет в республике были созданы Младежно-избирательные комиссии. Представители этих организаций из всех муниципалитетов собрались на первое в этом году организационное собрание. Выборы дела молодых считает председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков. Если человек хочет связать свою жизнь с политикой, он должен начать с работы в избирательной комиссии. Зная весь процесс изнутри, можно выиграть любую предвыборную гонку. Два года назад при избирательных комиссиях разного уровня стали создаваться молодежные организации, проводиться обучающие семинары. Ребята реализовывали различные проекты, работа принесла свои плоды. На собрании самым активным вручили благодарности, а также свидетельства о назначении стипендии главы Чувашской республики за особую творческую устремленность. В этом году состав Молодежной избирательной комиссии обновился. Новички были представлены разными организациями и партиями и прошли особый конкурс. В течение февраля в Центре избирательной комиссии принимались заявки от любых общественных объединений, в том числе от партий. Те, кто шел от партий, они проходили в первую очередь приоритет номер один. Соответственно, все остальные люди, которые шли из общественных объединений, общественных организаций, отранжировали их по опыту работы в избирательных комиссиях, в избирательных компаниях. Соответственно, исходя из этого рейтинга, просто взяли людей. Обновленной Молодежной избирательной комиссии предстоит работать в трех направлениях. Во-первых, проводить мероприятия по повышению правовой грамотности. Во-вторых, организовывать выборы в школах, детских садах с точной имитацией настоящего выборного процесса. А также участвовать в работе избирательной системы в предвыборной кампании. Работы действительно много, но прежде всего, мне кажется, нужно повышать уровень правовой культуры среди молодежи. Можно организовать, допустим, круглые столы, семинары по повышению правовой грамотности. Но это необходимо, так как молодежь у нас действительно, нельзя сказать, что она неграмотна, но повышать уровень необходимо. В заключении Алексей Ефимов предложил всем участникам мероприятия обязательно познакомиться, обменяться контактами и поделиться своими целями на ближайшее будущее. Сплоченность всем понадобится совсем скоро. Выборы не за горами. Анастасия Алексеева, Юлия Прокопьева, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова